управлять, сдерживать. Когда мы научимся это сдерживать, тогда появится балдаев права. Каким образом уходит... То, что Камса убивает первых шесть детей, тоже имеет глубокое значение. Камса символизирует страх. Мы начинаем работать над собой, когда у нас появляется страх. Когда мы вдруг узнаем о том, что совершая грехи, мы идем в ад, в айдапакте. То есть вначале, когда мы узнаем, как на самом деле происходит и какое будущее нас ожидает, поэтому мы начинаем работать над собой, сдерживать свои чувства, сдерживать свои порывы. Это как раз символизирует то, что Камс убивает первые шесть детей. И потом появляется Бхагадев Прабу. Потом появляется духовная энергия, на базе которой появляется Кришна. Также можно рассматривать то, что... Дениси, Дениси, Дениси Сады Санады, Прабху, 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 Прабху. И потом только появляется Кришна. Прабху. 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 Продолжение следует... 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 Только лишь она приведет нас до восьмого уровня, подарит нам Кришна прямо. Стоимость вы все украдает, вы все украдает, но вы щеете в Миноб. Стоимость Гурдава говорит, что зав commitments, что вы всегда чтобы украли этот минист битвяг. Гурдава говорит. У не было этого битвяг. Когда вы выезды будете говорить, что вы следите на Миноб. Вы следите, что вы собираете с Omn. Вы выезды. Если вы не сможете, вы не сможете, чтобы уходить на машина, вы не сможете, чтобы был дизайн. Вы не сможете, чтобы машина, вы ходите в машину, вы переходите в машину, вы не сможете. Почему time is best? Не time is best. Always, Друзья говорит, always you try to keep this bittyyaw with you. Always. Это иначе, если быерь, он у вас был б Swee. Once, you know, он дизайн, он был дизайнг в машиной. So, сегодня, ты старай, always, this твёртый санё им, ты киджи. MAYBE, ты забываешь мне что-то, но не забываешь, что же самое, это битвыя. Вы знаете, наша индивидуальная традиция в том, что когда кто-то умер, когда последний раз мы принимали, только они говорят Рам-нам-саттехе, Гопал-нам-саттехе. Только Реальность в церковном имени. Как вы чаете эту церковную имени, эта вещь только пойдет к вам. И в целом, даже один третий, один суи. Что это? Недель не пойдет к вам сейчас. Где бы мы ни находились, чтобы с нами всегда были наши четкие. Выходим ли мы на улицу по делам, четкие с нами должны быть. Куда-то мы поехали, на машине, на транспорте, как угодно. С нами всегда должны быть четкие, чтобы мы все свое свободное время, мы воспевали святое имя. Шиллогурдев говорил, что не тратьте время попусто. У нас в Индии, когда человеку уносят на носилках, то тоже говорят Рам-нам-саттехе, Гопал-нам-саттехе. Все в этом мире иллюзия. Все в один, все, обязательно все это уйдет. И есть только одна правда, это имя Гопала, имя Рамы. А все остальное испарится. Даже нитку, даже иголку с собой не унести отсюда. Кто-нибудь видел, что на Гурдеве без чоток, из учеников, Гурдев Махарат спрашивает. Да, так что Гурдев никогда не уничтожил. Гурдев, после вечера, я стою с Гурдевом, много дней я не буду служить к Гурдеву. Но Гурдев, после вечера, один лак назвал, он полностью, закончил. Тогда Гурдев принимал вечер. Один лак, он никогда не закончил, никогда не принимал вечер. Тогда весь день, он chantал, может быть, каждый день, два лак, херинам, он chantал Гурдеву. Шелла Гурдев еще до первого завтрака заканчивал один лак святых имен, сто тысячи святых имен. А потом еще в течение дня повторял святых имен. Таким образом, у меня получалось около двух лакхов. Я долгое время был со Шеллом Гурдевым, я видел это собственными глазами. И в Бхактимина тхаку, каждый день, три-три лак, херинам, три-три лак, он садхак корон, он, сто миллиард, он миллиард. Он закончил. И в Бхактимина тхаку, он закончил с ним. Сэм бит, прахупар, Бхактиситарна, Сарасвати, он сэм мала, он also chantал, каждый день, три-три лак, херинам, 12-х год, 12-х год, So, почему, там, 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 Продолжение следует... 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 Почему? Потому что Ямуна будет потом царицей Кришны, потому что Ямуна будет потом возлюбленной Кришной, вишакой. И когда она стекала за Ямунотри с Гималайев, она своим клокотанием, она просто возглашала Кришна, канайя ки-джай, Кришна, канайя ки-джай. Ямуна color is the black. Почему Ямуна color black? She always thinking, Кришна, 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 Кришна. So she becomes the black. So Krishna wants, why Ямуна black? Once Krishna, he listening, this is bhajar. When bhajar, this Krishna body is sweating the Krishna's body. And Krishna, Mother Jasta, put kajal, you know, and where this sweat, this mix is kajal, he became black. Then he is the cold soldier flowing, 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 and flowing Krishna's chest, lotus feet, and when flowing, this is the Ямуна. Till bhajar is the Ямуна, will Radha Krishna pray, he either become melted, now she is the Ямунатри. Ямуна черная. Почему? Потому что она все время думает о Кришне. Он думает, думает глубоко о нем, сама становится цветом Кришны. А еще однажды Кришна, он слушал красивую рагу, и у него от красоты, от сладости, от мелодии «Полились слезы». У него стали выступать капельки пота, и полились слезы. Все это смешалось с черной краской kajal, истекая по его телу, попало в Ямуну. Вот эта Ямуна окрасилась. А также ямуна черная, потому что ему сам ямуна, это жидкая любовь, рада и Кришна. Да, this Vrindavan Dham, he also becomes so happy. Well, why? You know, Кришна went to birth. He went to cow grazing, doing Rāsari-lā. He can touch to Krishna's lotus feet. All in Kirshan, they are using the suja. Only Krishna is the one incarnate, he never uses the suja. Without the suja, he is the everywhere, surrounding everywhere, cow grazing, Rāsari-lā. So when touched Krishna, he became so happy. And who is this earth? Satyavāma, now this earth herself, take the pārmo Satyavāma. Satyavāma became Krishna's queen. Now she's pretty thinking, oh, I am Krishna's queen, so he became so happy. Yes. So, this lotus, he's blaspheming his dead, Приходу Кришна обрадовались лотосы, они все ночью раскрыли. Обычно лотосы раскрываются, когда солнце всходит на горизонте, а тут наступила ночь и все лотосы расцвели. Почему? Потому что они были так горды собой, что Кришна всегда сравнивает с лотосами. Лицо у Него красивое, как лотос, улыбка прекрасная, как лотос, глаза как лотос, пупок как лотоса. Каждая часть тела Кришны подобна лотосам. Да. Теперь, когда Ложьи взял на борт, то нахица, все грехи, все накхетра, все были вероятны. Кришна, в той же время не могли бы взять борт, но Кришна-жайанти. То есть, жайанти, не используя этот слово для всех. Только Кришна, когда он взял на борт, только он использовал жайанти. Так что все, Граха, Накхетра, все, каждый, когда Кришна родился, все звезды выстроили в самое идеальное положение для служения Кришны. Это все называется джайати. Только лишь к джайати применяется этот термин, что когда он появляется, все становится самым благоприятным. Итак, Кришна появился в Матхуле. Он не родился в Матхуле. Он там только появился перед Девак и Васю Девак. А родился он в Гакуле у Мамы Ишоте. Баласей Кришна Канья лалаки. Баласей Нандаке лалаки. Баласей Кришна Канья ки. Завтра могло телевизор как это произошло, когда Кришна родился в Гакуле. И завтра еще будем праздновать Гирираж Говардана. Да, и Кришна Himself говорил, если жизнь в один раз, кто-то предлагает Гирираж Говардана только один, то любая жизнь, это дом, плот и фрук. Харимод! Кришна сам говорил, что если кто-то что-то сделает для Гирираж Говардана, если что-то ему преподнесет, подарит, угостит его чем-то вкусникам, а даже одним зернышком он больше никогда не будет ни в чем нуждаться. Да, и завтра вы каждый раз пытаетесь привезти какую-то фрукту, какую-то сладенькую, как вы были доступны, пытайтесь привезти какую-то вкусную. фрукты, сладости или еще что-то такое. Я не знаю, что у вас есть вкусников принесите завтра. Окей. Празик Гирираж Махарад, Я ки-ки-ки-ки-ки-кар, Субтитры создавал DimaTorzok